В Карачаево-Черкесии проходит Всероссийский форум «Космос для людей». Его участниками стали ведущие эксперты космической отрасли, которые обсудили практическое применение астрофизических знаний. Подробности у Артура Мхце. В прошлом году в Москве на ВДНХ открылась выставка достижений достопримечательностей, особенностей российских регионов. Стенды Карачаево-Черкесии дали посетителям форума полное представление о том, почему нашу республику можно считать астрофизическим центром страны. И вот в третью декаду сентября в этом наглядно убедились около 200 экспертов из нескольких десятков регионов, которые посетили специальную астрофизическую обсерваторию Российской Академии Наук. Идея форума принадлежит Рашиду Борисбиевичу. И на выставке «Россия» в Москве на ВДНХ была представлена концепция форума министру цифрового развития связей и массовых коммуникаций Максуту Игоревичу Шадаеву, который в целом концепцию одобрил. И вот спустя небольшое время этот форум здесь, и он стал реальностью. Участники форума «Космос для людей» обсудили применение космических технологий в реальной жизни. Каждому была предоставлена возможность для открытого и конструктивного обсуждения приоритетных задач и практических решений в данной сфере, в том числе поиск перспектив для совместной работы вузов, государственных органов и бизнес-сообщества с активным привлечением молодых специалистов. В космической сфере вопрос с кадрами, как и в других отраслях, стоит очень остро. Но если говорить про именно направление космоса, то сейчас очень сильно стареет наш интеллектуальный потенциал, то есть те люди, которые пришли еще в времена развития космической отрасли, и они должны обязательно передавать свой опыт новому поколению. А молодежь не очень интересуется сейчас космосом, и нам необходимо продвигать и популяризировать это направление, чтобы новые кадры приходили в космическую отрасль. Эксперты поделились в том числе по видеоконференцсвязи данными об аппаратах для глобального, локального и регионального мониторинга, которые позволяют реализовывать инновационные решения для развития космических и цифровых технологий. Для локального мониторинга используются космические аппараты типа Ресурс-Пэй и Канобус-В, максимальным разрешением 90 сантиметров. На борту они имеют различную оптическую оптико-электронную аппаратуру. Значит, периодичность получения данных одной и той же территории составляет от одного до двух суток. В рамках форума «Космос для людей» были использованы различные форматы общения для поиска оптимальных способов совершенствования космической отрасли и применения полученных сведений для цифровой трансформации и развития экономики России. Артур Мыхце, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.